Если для христианской среды естественным и понятным является брак одного мужчины и одной женщины, то ислам смотрит на эти вещи, так сказать, гораздо шире. Коран не запрещает мусульманину, если у него есть, конечно, соответствующая сумма в банке или, так сказать, в матрасе, иметь сразу несколько жен. И, надо сказать, мусульманские мужчины активно пользовались и пользуются этим правом, временами заводя себе настоящий гарем. Одним из ярких примеров прошлого, который демонстрирует такой подход к браку, является пример султана Османской империи, у которого гарем порой достигал тысячи наложниц. Конечно, с женами они не были, по крайней мере, законами, но каждая из них при нужном стечении обстоятельств могла стать, что называется, королевой империи. Но только при том условии, если она родила сына. Наложниц же, которые родили дочь, ждала другая участь. Хорошая или плохая, или ни то, ни сё, сейчас я расскажу в видео. И перед тем, как мы начнем, прошу вас подписаться, нажать на колокольчик. Канал свежий, и ему нужна ваша поддержка. Теперь начинаем. Кратко о наложницах султана. Одной из главных особенностей султанского гарема, на мой скромный взгляд, является то, что ни одна из наложниц султана и, соответственно, кандидаток в будущее его жены не могла быть свободной женщиной. Обычно в гарем султана набирали девушек-рабынь, которых османы либо покупали на невольничьих рынках, либо, что реже, приводили с собой домой из завоевательных походов. Брать в наложницы свободных женщин строго запрещалось. Впрочем, не обязательно, что наложницами были только иностранные девушки. Вообще не обязательно. Многие отцы бедных семей, с у которых была дочь, и которые не хотели ей нищинского существования, продавали свое чадо в гарем, в надежде на то, что хоть там она будет иметь хоть какие-то перспективы на обеспеченную и сытую жизнь. Да уж, не хотелось бы оказаться на месте такого вот отца или дочери. Да и вообще, в такой ситуации, где только рабство является единственным способом избежать нищеты. Но что-то я отвлекся. Девушек для гарема султана, или, как его называли, райского сада, набирали в раннем возрасте 5-7 лет. Если это была девочка, проданная отцом, то отец подписывал бумагу, в которой отказывался от любых прав на дочь и соглашался не видеться с ней до конца жизни. Да уж, печально все это. В гареме девочки, независимо от ее происхождения, давали новое имя, и потом начинался длительный процесс обучения, который длился до 14-15 лет. Не нужно думать, что наложницы султана были простыми проститутками. В наложницах ценился ум, ценилось умение поддерживать беседу, ценилось обаяние и харизма. Все это, а также умение музицировать, танцевать, правильно вести себя при дворе и доставлять мужчине удовольствие воспитывалось девочке в годы ее обучения. Выбирая наложницу, султан посылал ей в подарок кольцо или шаль. После этого девушку отправляли в баню, наряжали и отправляли уже на ночь к султану. Если ночные утехи султану нравились, он отправлял утром наложнице богатые подарки. Если наложница беременела, ее переводили в отдельную комнату и кормили. Меню, в котором было 15 блюд. Но только одной из жен султан мог дать титул главной султанши, той, чей сын мог наследовать трон. Женщина, которая родила сына, получала к своему имени приставку султан и в дальнейшем не имела возможности иметь детей от супруга. По традициям у каждой жены султана может быть только один сын. Наложница, родившая одну или нескольких девочек, не получала звания султанши и таких материальных благ, как султанша. Но зато она могла еще захаживать к султану в комнату ночью, если он, конечно, был не против. Так у нее появлялся шанс забереть еще раз, родить мальчика и выбиться в жены великого султана. А вот если за 9 лет султан ни разу не выбрал наложницу, то она имела право покинуть гарем. В таком случае султан находил ей мужа и давал приданное. Также она получала документы о том, что является свободным человеком. Внешность наложниц султана Теперь перейдем от общих сведений к конкретным данным. Для начала остановимся, наверное, на самой интересной теме для зрителей видео. Как же выглядели красотки гарема? Начнем с моды. Во что одевались наложницы султана? Если вы смотрели сериал «Великолепный век» и считаете, что и так прекрасно знаете, как одевались женщины в гареме, то посмею вам возразить. А ничего вы не знаете. Ведь то сериал и его работа приукрашать действительность. На самом деле все было по-другому и гораздо проще. В те времена женщины в гареме не носили глубоких декольте, как в сериале, и прозрачных юбок. Вообще в Османской империи на пике ее развития в 15-16 веках мужская и женская одежда были похожи. В основе гардероба как османских женщин, так и наложниц султана была широкая однотонная рубашка и шаровары. Поверх этого всего надевался кафтан. Одежда наложниц не имела ни вырезов, ни декольте, ни шнуровок и напоминала скорее свободно висящий халат. Внутри гарема девушкам, в отличие от остальной империи, да и мусульманского мира в общем, позволялось ходить с неукрытой головой. Этим они пользовались, так как при простой одежде именно красивые уложенные волосы были одним из главных способов привлечь внимание султана. Прическам наложниц уделялось много времени и внимания. Если же наложница родила, то ей позволялось облачиться в яркую и цветную одежду, ткань которой стоила очень дорого. Для красоты одежду вышивали узорами, зачастую различных цветов, типа роз или нарциссов. Помимо этого, наложницы старались привлечь султана различными украшениями, особенно теми, которыми он одарил их после совместно проведенной ночи. Если она, конечно, ему понравилась. Как выглядели наложницы султана? Вот это вопрос. Конечно, всем вопросом вопрос. Из-за того, что наложницей султана могла стать девушкой любого происхождения, внешность у них могла быть очень и очень разной. Но все же в гареме были определенные критерии, по которым можно судить о том, как все-таки выглядели наложницы султана. В основном высоко котировались женщины с четко очерченной талией и линией бедер. Тут даже размер груди отступал на второй план. Также очень ценился ум, ведь женщина могла родить от султана наследника, но это уже немного другой вопрос. Большим спросом среди османских султанов пользовались девушки славянского происхождения. Их необычная для османов внешность просто могла сводить с ума султана, что и выливалось в истории о Раксалане. Также высоко ценились кавказские женщины, черкешенки за их женственность и покладистость в характере. Все остальное уже дело вкуса каждого конкретного султана. Где жили наложницы султана? Конечно, так и хочется ответить, что мол, ну где-где, в гареме. Но тут все не так однозначно. Ведь и наложницы были разные, и статус у них был разный, и жили они, соответственно, в разных помещениях. Где жили обычные наложницы? Давайте для начала я расскажу, как выглядел гарем. По сути, это был большой дом или дворец, где жил султан, обслуживающий персонал и евнухи, которые присматривались за наложницами. У каждой наложницы была своя комната. Также для наложниц был общий зал, где располагалось место для бесед девушек. Также на территории гарема находилась общая столовая. О ее меню я расскажу чуть позже. Особенно отличалась комната фавориток султана. Она была и обустроена лучшим образом, и была гораздо комфортней. Где жили наложницы, которые родили дочь? Кроме редких случаев, обычные наложницы ценились меньше, чем те, которые родили султану дочь. Но все же их покои были гораздо удобнее и комфортнее, чем покои обычных наложниц или даже фавориток. И кровать у них была удобнее, и шкафчики для одежды были просторнее, и постельное белье было дороже. В общем, все тоже, только круче. Что ели наложницы султана? Как я уже говорил, султаны в основном ценили стройных девушек. Ценя это даже больше, чем такой святой для мужчины размер женской груди. И поэтому диета у них была соответствующая, хоть и состояла из целых семи трапез. Правда, порой очень диетических. Утром девушки натощак выпивали айран. Это, если просто говорить, некая разновидность кефира. Чуть позже следовал завтрак. На него выдавали вареные яйца, курицу, овощи и фрукты. Все это запивалось все тем же айраном. Очень хороший завтрак, как для того времени. Несколько часов спустя следовал перерыв на кофе. И это сейчас кофе можно купить в любом магазине. А тогда это считалось напитком для элиты. А женщинам его вообще было нельзя пить. Исключение, конечно же, было только для наложниц. Ну а что, султан сам по себе. Самая конкретная, так сказать, крыша в империи. Его женщинам можно и не такое. Кстати, кофе подавали финики и изюм. На обед подавали овощной суп. Также могли подавать мясо, маслины, а также тонкие рулетики из лаваша с начинкой из брензи и зелени. Ох, что-то мне есть захотелось, а вам? Спустя пару часов следовал еще один обед. Правда, уже рыбный, из морепродуктов. А также снова зелень. Конечно, такое количество обедов и завтраков как-то не вяжется с образом стройной девушки. Но прикол в том, что максимум еды, которую наложница могла съесть за один присест, не более 250 грамм. Тут уж да, не разжиреешь. В качестве ужина были фрукты. А на ночь наложницы снова пили айран. Правда, с уже добавленной в него зеленью. Единственным блюдом, которое было под запретом, это сладкая выпечка. В принципе, тут и не поспоришь. От пирожных зад может сам расти, как на дрожжах. В общем, такой же диеты придерживались и наложницы, которые родили султану дочь. Разве что продукты у них могли быть посвежее и, так сказать, посочней. Где мылись и как соблюдали гигиену наложницы? Мусульмане издавна были известны своей чистоплотностью. Понятное дело, что подобный уход за телом касался и возможных жен султана. Никто не захочет предаваться постельным утехам с грязной и неприятно пахнущей женщиной. Но, естественно, для женщин султана разного статуса существовали и разные способы для купания. Где купались простые наложницы? Простые наложницы зачастую купались в так называемых хамамах, то есть банях. Наложницы отправлялись в баню сразу же после утренней молитвы. В хамамах вода всегда была горячей, так как подогревалась с помощью печей. Омылись девушки с помощью женской мочалки, которая удаляла всю огрубевшую кожу. С собой девушки брали несколько полотенец для головы, тела, лица и ног. Где мылись наложницы, которые родили султану дочь? Особо близкие к султану женщины, к числе которым, естественно, и принадлежала та, что родила ему ребенка, также купались в хамамах или же могли принимать, так сказать, купальные процедуры в специальных ваннах. Таких женщин всегда сопровождали евнухи, как символ особого статуса женщины, ну и для защиты ее от злобных конкуренток. Как наложницы султаны ходили в туалет? Обычно наложницы ходили в общие туалеты, типа тех, которые можно встретить на вокзалах, только гораздо чище. Прям ну супер гораздо чище. Кто бывал в таких вот туалетах, тот поймет, почему я прямо так сакцентировал на этом внимание. То есть никакого унитаза, обычное отверстие в полу. Хотя учитывая то, что именно в таком положении на корточках справлять свои естественные нужды согласно ученым лучше всего, то в никаких унитазах никто из наложниц не нуждался. Что интересно, в туалеты были проведены водопроводы из хамамов, так как мусульмане обычно не использовали бумагу, а подмывались. Наложницы, которые родили султану дочь, имели право на отдельную туалетную комнату. В ночное же время использовались ночные горшки, которые утром опорожняли служанки. Как лечили наложниц султана? Ох, тут не обошлось без своих приколов. Ислам запрещает мужчинам смотреть на обнаженные части тел женщин, которые не их жены. Поэтому любой поход врача к больной женщине, даже наложницы султана, превращался в цирк. Например, осмотр проходил через неплотную полупрозрачную ткань. А прощупывание больных мест врачом, но оно просто-напросто запрещалось. Приходилось полагаться только на слова самой больной женщины и какие-то дополнительные показатели, типа цвета мочи. Вот и раз, или чего-то подобное. На картинках, на фоне, если что, исключение из правил, так сказать. Обычно осмотр происходил как раз через ту ткань, что возле наложницы. В общем, в гареме, да и в мусульманском обществе женщинам было лучше не болеть. А продолжительность их жизни как раз таки и зависела от этого везения. Сколько серьезно не болеешь, столько и проживешь. С кем спали наложницы султана? Так, постой паровоз, не стучите колеса, а ну-ка остановитесь и не пишите язвительные комментарии. Что, мол, тут и так все ясно. А автор какой-то дурак. Не, все тут не так просто. И есть свои нюансы. Дело в том, что любая наложница, которая забеременела, больше не спала с султаном, а отправлялась в отдельный покой, где им вынашивала ребенка. То есть никакого тебе секса ни во время беременности, ни даже после. Мать ребенка должна была воспитывать ребенка, а не предаваться любовным утехам с султаном. На деле все, конечно, было сложнее. Но даже мать наследника могла и больше никогда не получить, так сказать, доступ к телу султана. Да уж, жестко. Правда, наложница, которая родила дочь, могла, так сказать, дождаться второй попытки, чтобы снова зачать ребенка. Но такое происходило редко. Не берусь утверждать, но уверен, что без ласки такие женщины все-таки не оставались. Мало ли, рядом шастло всяких придворных. Но это уже мои, так сказать, домыслы без каких-либо исторических актов. То есть фактов. Как развлекались наложницы? Развлечения у наложниц были своеобразные, ориентированные на активное времяпровождение. Оно и не удивительно с такой-то любовью к стройняшкам среди султанов. Например, возле гарема был просто-таки огромный парк. И по нему разрешалось ходить только пешком, наматывая таким образом множество километров за день. Каждый день в парке устраивались состязания. Одна девушка убегала, сжимая в руке шарф или платок. Остальные ловили. Та, кому удавалось ловко выхватить платок уводящей, становилась королевой дня. Ей разрешались хамам, массаж и прочие умасливания. А это было суперкруто для обычной наложницы. Такие наложницы любили танцевать. Много танцевать. Кроме танца живота, они знали еще около двух десятков танцев и танцевали их самозабвенно. Еще и с отягощениями. Все для стройности и худобы. Помимо этого, наложницы Султана любили плескаться в одном из трех огромных бассейнов при Гареме. Считается, что они там занимались чем-то похожим на современную акваэробику. В общем, все развлечения были в Гареме не просто так, а для красоты тела. Ну и стандартные женские трынделки-посиделки никто не отменял. Ну что ж, теперь ты знаешь о наложницах Султана и тех, которые родили ему дочь, и о простых чуть ли не все. Было интересно? Есть что дополните или просто хочешь поделиться мыслью? Не стесняйся, пиши ее в комментариях, мы прочитаем. А еще, если вам понравилось наше видео и вы хотите, чтобы мы продолжали и дальше делать такой контент, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте обязательно на колокольчик. Вам это не сложно, а для нас огромная мотивация. Всего хорошего и до скорых встреч. Пока, господа!